У меня такое ощущение, что все против меня. Или я против всех? Еще одна. Против всех. Да все против всех, господи, что здесь непонятно? Пока ты против всех, ты против себя. Нет, я когда говорю то, что мне не нравится, я как бы освобождаю себя от этого. Что ты говоришь и что такое против всех ты? Расскажи мне пример какой-то. У меня какое-то сопротивление. Я чувствую сопротивление к тому, что я делаю. Кто чувствует сопротивление? Агрессию, сопротивление. Кто чувствует сопротивление? Почему ты думаешь, что ты чувствуешь сопротивление? Потому что ты не принимаешь мир таким, каким он является. Чтобы принять мир таким, каким он является, его нужно полюбить, принять таким, каким он является. Рассказать себе один раз и навсегда, что мир самый прекрасный, мир самый конченый, мир самый говнячий, мир самый, блядь, дебильный. В этом мире я ненавижу его. Вот все высказать то, что тебе хочется этому миру. Это просто так, вы в поле чисто полюбить. Да зачем полюбить, ты сейчас мир ненавидишь, ты против мира, ты говоришь, я тебя ненавижу, конченый мир, все, ты дебил, бог дебил, который создал этот мир, уебище, бог уебище, все, разреши себе так говорить, бог уебище, который создал этот мир, я ненавижу тебя, блядь. Бог услышит правду твою и скажет, тамара, все понял, я конченый идиот, он должен узнать правду. Кто он? Бог, который создал конченый мир и конченых людей. Какой бог? Ну кто это создал? Ну тот, кто создал, ты создал, что его ругать? А кого ты ругаешь, кого ты не принимаешь? Того и ругай, говори ему. Я не понимаю, я хомяк. Но вы хомяки конченые. Кто вас родил в этот мир? Кто у вас мама конченая, дебильная? Ну так все известно. Кто известно? С тем, с тем недопонимания все неизвестно. Ну, с кем у тебя недопонимание? Говори его прямо сейчас, вот говори словами. Не у меня с ним недопонимание, с кем? Это понимаешь, что рожаться? У меня с ним не недопонимание. У меня с этим конченым уебище, блядь. Я с ним общаться не хочу. Я его ненавижу, сука, пидора конченого. Чтоб его в жопу ебали каждую секунду. Как ты хочешь от говна в своей голове освободиться? Как? По-другому не будет. Только так. Ты имеешь в виду, что высказывать прямое речи? Конечно. Высказывай. Ну вот смотри. Ты ненавидишь человека, и ты приходишь и говоришь ему, Я тебя, конечно, вот здесь, сука, ненавижу. А ты ему говоришь, ну, я бы хотела, чтобы ты, а здесь опять, сука, ненавижу, чтобы ты, ну, научился правильно говорить, но чего ты неправильно говоришь? Если здесь есть, сука, я тебя ненавижу, ты ему говоришь, сука, я тебя ненавижу, пидор. Все. Ты увидишь, как свободно можно жить. Это если ты хочешь пернуть, ты идешь по городу, пернула и пошла дальше. Все. Ты освободила свой живот. Тебя не пучит, ты расслаблена, ты идешь, ты не напрягаешься, жопу не сжала, не держишь, ты расслаблена. Все. Все, пошла. Это то же самое. Это свобода. Такая свобода. Сегодня такая, будешь ненавидеть, а потом завтра ты увидишь, ты понимаешь людей, что почему они конченны. А потом ты этих конченых принимаешь, потому что ты видишь, что они не могут быть другими, только конченными. Да я это уже увидела, как бы, но когда эта конченность меня касается, я начинаю тут... она тебя не касается, это ты ее касаешься и думаешь, что она тебя касается. То есть? То есть ты не можешь высказать. Ты не можешь освободиться, ты не можешь пернуть. И ты носишь этот, блин, пук свой, день. Если ты где-то находишься в офисе, и тебя не выпускают, и ты целый день в офисе, в офисе, и ты не можешь пернуть, тебя их замоняет, ты что-то сила, такое, что... В противогазах надо будет ходить. Нет, понимаешь, есть такая фраза, как... Да, хочется иногда кому-то сказать, а потом думаю. Ссор из избы не выносит. Это нехорошо. Выносит. Это нехорошо. Это отлично. И тогда твой... Твоя изба чистая. Твоя голова чистая. Ты свободная. Ты не болеешь, ты свободная. Ты пухнула, живот не болит, не крутит, ничего с ним не происходит. Ты уже освободилась. У тебя нету ни напряжения, нигде ничего. А, получается, невысказанностью создаешь сама себе проблемы и напряжение в теле. Да, а потом тело начинает болеть, а потом ты мне звонишь и говоришь мне, вылечи меня. Я тебя вылечиваю, освобождаю тебя, говорю тебе, посри, перни, скажи, нахуй Бога пошли, все что угодно можешь делать. Я тебе разрешаю. Ты себе тогда понимаешь, что я тебе разрешаю, ты освобождаешься, ты такая свободная, а потом опять напряженная, потому что пук подошел, ты не пукнула, опять ходишь, болеешь. Я услышала. Не могу я жопой твоей работать, пердеть, расслабленной быть, если ты ее напрягаешь. Ты что, тоже так начал сразу, вот так вот прямую речь внедрять в масло? Изначально, конечно. Да. Да, посмотри, первый сатсан, который был, только так. Первый сатсан, посмотри, там маленький, конечно, кусочек, это был не сатсанка, это было чаепитие с Василием Киричем. Полистай в Ютубе, подними на самый, на самый, на самый вверх все, 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 пролистай и найди чаепитие с Василием Киричем. Самые простые вещи были. Вот, есть София, которая еще тогда была София, сейчас она уже Наташа. Вот, она была там на первой встрече. До сих пор долбоебка не делает то, что я говорю. Что я могу сделать? Многие, которые были на первой встрече, начали с первого дня говорить, как я им сказал, что они свободны. Люди отдыхают, люди говорят, что здесь сложно.